Книга «Открытым оком», том 4, тема «Вера», вопрос 1252. Матфея, 6 глава, 21 стих. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Относится ли это также к иконам?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Много потрудились священники в этом направлении, чтобы скрыть Христа и Библию. Сегодня главное сокровище людей – свечной ящик, этот присосавшийся к телу церковному жакаянной. И если бы ставился вопрос или-или, как, например, в отношении икон и свечей, в том виде, как это принято сегодня в храмах, а не так, как должно, это же касается детского крещения, то нужно сказать, что все это следует устранить, аннулировать, как не просто отвлекающие от Господа и от Библии, а фактически заменившие их. Иеремия, 17, 9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Притча, 25. «Помыслы сердца человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Все нововодители чего-то привносимого в обыденную жизнь в мире могут и не догадываться о всех последствиях, которые грядут за этим нововведением, изобретением. Главное – оно сделано, а остальное подкорректируют годы. Найдутся специалисты по технике безопасности в данной отрасли. Например, Майкл Фарадей и в кошмарном сне не мог представить себе, к чему приведет поворот проволочной рамки в магнитном поле. Сотни тысяч и даже более киловольт передача электроэнергии на тысячи километров. Если бы ему кто-то показал сотни тысяч пораженных электрическим током и что все это берет начало от его проволочки, то захотел ли бы он это открытие выпустить на свет? Но люди придумали изоляторы, предохранители, надписи, инструкции, чтобы обезопасить себя от этой беды. И тысячи людей наблюдают за этим. Изобретатель автомобиля не мог бы увидеть миллионы трупов тех, кто попадет под колеса автомашин. Но есть в каждом государстве те, кто наблюдает за безопасностью движения, учит детей в школе, как переходить улицу, всюду светофоры и знаки, не влезай – убьет, не переходи – задавит. В пользование каждым предметом существует опасная граница, перейдя которую ты можешь рассчитаться с жизнью. Но вот допустили иконы. Кто-то уже тогда ощущал страшную опасность от них. 120 лет шла борьба с так называемой иконобуроческой ересью. Император Лев Исаврянин пытался найти компромиссное решение – оставить иконы в храмах, поднять их повыше, чтобы люди не могли к ним прикасаться, чтобы икона почитания не превратилась в идолопоклонство. Православные фанатики не пошли на это, но дерзнули даже на убийство царя, несогласованного с ними, в самом алтаре во время рождественского богослужения. Сегодня твердо устоявшееся мнение очень у многих, что без иконы нельзя молиться, что икона должна быть только металлическая или деревянная. Учитывая, что люди не знают содержание Библии и в храме бывают трижды за свою жизнь, колесное христианство привезли в коляске на крещение, приехал на кадиллаке венчаться и привезли на катафалке отпеть. Что может знать такой «православный» об иконах? Сегодня в каждой машине, почти в каждом кабинете у всех преступников-зэков всюду иконы, как языческий оберег от несчастного случая, от ареста. Если потеряется крестик или найдется, сколько волнения, паники. Для многих и многих, в подавляющем большинстве людей, ни иконы, ни крестики не нужны. Их нужно запретить, а не продавать. Эти предметы стали фетишем о православленное язычество, в полном смысле опоганенное и в столь опасном деле ни одного инспектора, ни одного, кто говорил бы, как для работников с электричеством и автодорогах, о том, как велика опасность от этого нововведения в церкви, от этого изобретения иконопочитания «Икона подменила Бога». Так и говорят, показывай на икону «Вот Бог, а вот тебе порог, выгоняй недруга». И если сегодня ставился бы вопрос, что для православия безвредней, иметь иконы или не иметь, ответ может быть только один.